Внимание, внимание! Объявляется тревога! Всем срочно явиться к великому процессору! Ну, то есть ко мне! Повторяю! Объявляется тревога! Байт, не отставай, надо торопиться! Да иду я, иду! Что там у него опять стряслось? Память здесь, пиццбайтов тоже здесь. А где контроллер? Скоро будет! Или не скоро. Сами знаете, он старенький, всё делает очень медленно. Эй, ладно, пожалуй, начнём без него. Эй, Эва! Вчера оттуда из центра обновления пришла... Моя новая шляпка? Нет, не шляпка. Пришла директива об усилении режима безопасности. Там вот пишут, читаю. В последнее время наблюдается активизация вирусной активности в интернете. В связи с этим настоятельно рекомендуется... Ой... Ну, в общем, дальше всё как обычно. Укрепить, таскет, повысить, усилить, принять, таскет и так далее. А про мою новую шляпку там ничего не говорится? Нет! Ваше быстродействие, я не понял, что именно нам надо повысить и усилить? Так что, бдительность, конечно. Я объявляю чрезвычайное положение. И ещё. Я вот тут решил, что на время всей этой ситуации за безопасность нашего компьютера будет отвечать... Вот он! Так это же вирус! Великий процессор, вы ничего не перепутали? Это же вирус, наш главный враг! Главный хулиган и вредитель! Мы обязаны его поймать и посадить в карантин! Ну, в обычной ситуации, да. Но сейчас-то ситуация необычная. Я бы сказал, чрезвычайная. Нам угрожают другие вирусы из интернета. Вы знакомы с их уловками и хитростями? Нет. Ага, а он знаком, потому что он сам один из них. Да, я один из них. Ну, то есть из вас. Поэтому на время чрезвычайного положения я объявляю примирие. Вы его не ловите, а он не проказничает и помогает нам бороться с чужими вирусами. Всё ясно? Так точно. Я согласен. Извините за некоторое опоздание. Всё-таки годы у меня уже не те. Ой, а что тут у меня вирус делает? Вы, как всегда, всё пропустили, уважаемый контроллер. Это теперь не вирус. А кто? Я новый руководитель службы компьютерной безопасности. О как! Ну, ладно. Бит-байт, вы вместе с ним. Сейчас осмотрите всё и устраните все уязвимости, чтобы ни одна мышь у меня не проскочила. Даже компьютерная. Разрешите идти? Идите. Драгу, а мы что будем делать? А мы с тобой сейчас послушаем лекцию о компьютерной безопасности. Но, уважаемый контроллер, Эй, не могли бы вы нам рассказать, так сказать, какие опасности подстерегают нас в интернете? Я готов. Итак, слушайте. Основная опасность в интернете исходит от вредоносных программ, которые распространяются злоумышленниками. Чтобы избежать этой опасности, следует придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, получив имейл от неизвестного вам адресата, никогда не ходите по ссылкам, указанным в нем, и не открывайте прикрепленные к этому письму файлы. Во-вторых, старайтесь не посещать подозрительные сайты. Иногда браузеры или поисковые системы предупреждают вас о том, что от конкретного сайта может исходить опасность. Прислушайтесь к этим предупреждениям. Остерегайтесь диалоговых окон, ни с того ни с сего выскакивающих в вашем браузере. Не пытайтесь нажимать какие-то кнопки в этих окнах, а постарайтесь закрыть их, кликнув на крестик в правом верхнем углу. Не скачивайте и не устанавливайте случайных программ из интернета. Пользуйтесь программным обеспечением, загруженным из надежных проверенных источников. И последнее. Хотя бы раз в месяц проверяйте свой компьютер на наличие вирусов и по возможности установите защитный сетевой экран. А здесь у вас что? Тут мы храним всю приходящую на компьютер электронную почту. Заглянем туда. Кому письмо? Оно пришло мне. Пишет, что я победил в конкурсе на лучший сайт, и мне нужно пойти по этой ссылке, чтобы получить свой приз. Бит, скажи, а ты участвовал в этом конкурсе? Нет, не участвовал. И тем не менее ты в нем победил. Что это значит? Это значит, что мне повезло? Нет, это значит, что тебя обманывают. И это наверняка ловушка. Я понял. Удаляем это письмо. А это письмо мне. Кто-то пишет. Приветик. Восклицательный знак. Оцени мои фотографии. Восклицательный знак. Ну-ка, ну-ка. Сейчас оценим. А где фотография? Они там. В прикрепленном файле. Его надо открыть. Стоп. Байт, ты знаешь, от кого пришло это письмо? Нет, не знаю. Какой-то неизвестный электронный адрес. И в файле, который тебе прислал этот незнакомый человек, может быть какая-нибудь вредная программа. Я понял. Не открываем и удаляем. Да. А это что? Бригада грузчиков поможет вам с переездом. Это что, тоже вирус? Нет. Это просто спам. Это рекламные письма, которые рассылают по электронной почте всем подряд. Даже тем, кто не хочет их получать. Но эти письма безвредные? Не совсем так. Вред они все-таки наносят. Они отнимают у людей время на то, чтобы их уничтожить. Я понял. Чтобы раз и навсегда защитить компьютер от вредоносных программ, я полагаю, надо установить антивирус. Антивирус тут не поможет. Лучше поставим фаерволл в защитный сетевой экран. Уважаемый контроллер, а вы как считаете, что лучше? Фаерволл или антивирус? Я считаю, лучше и то, и другое. Почти все современные антивирусные программы, кроме режима проверки файловой системы, имеют режим так называемого антивирусного мониторинга. В этом режиме антивирус проверяет все появляющиеся и открываемые на компьютере файлы. И если выясняется, что файл, загруженный из интернета, заражен вирусом или шпионской программой, то антивирус удалит этот файл или поместит его в карантин. Хотя постоянная проверка на вирусы тормозит работу компьютера. А для чего нужен сетевой экран? И вообще, что это такое? Сетевой экран, иногда его называют фаерволл или бронмауэр, это программа, которая контролирует весь трафик между компьютером и интернетом. И если кто-то попытается проникнуть в ваш компьютер извне, перед вами возникнет окно с предупреждением. А иногда вдруг какая-то неизвестная вашему сетевому экрану программа попытается с вашего компьютера выйти в интернет. И вновь фаерволл предупредит вас об этом и предложит вам разрешить или запретить данной программе доступ в интернет. Это сетевая карта. Ты будешь стоять тут на страже в роли антивируса. Я готов. Что мне делать? Всех, кто идёт с той стороны из интернета, ты будешь проверять по базе вирусов. Да, это я. А если придёт какой-нибудь неизвестный вирус или шпионская программа, которой нет в базе, что тогда? Тогда эта шпионская программа пролезет в компьютер. Ужас! Да, но не ужас-ужас. Потому что как только эта шпионская программа захочет что-то передать в интернет, тут в дело вступит защитный сетевой экран. И это буду я? Да. И ты, Байт, не будешь разрешать незнакомым программам выходить в интернет. Да я и знакомым могу запретить. Мне только дай волю. Дорогой, а если к нам в компьютер проберётся шпион? Он сможет украсть у нас какую-нибудь информацию? Для этого ему придётся подобрать пароль. А пароль-то у нас надёжный? Не знаю. А что значит надёжный пароль, а? Никогда не используйте в качестве паролей собственные имена, а также имена и фамилии знакомых, родственников, даты рождения и номера телефонов. Хороший, надёжный пароль не должен быть слишком коротким. Лучше всего подойдёт набор случайных букв и цифр. И никогда не пользуйтесь одним и тем же паролем на все случаи жизни. Как же тогда запомнить разные пароли? Самый простой способ – записывать их на бумажке, а бумажку хранить в недоступном для посторонних глаз месте. И ни в коем случае не приклеивайте листок с паролями к монитору. Пароли также можно держать в самом компьютере. Однако хранить их нужно не в текстовых файлах, а в зашифрованном виде. Существуют даже специальные программы хранения паролей. И тогда вам нужно будет помнить всего один пароль. Пароль для доступа к самой этой программе. Байт, я одного не могу понять. Чего тебе непонятно? Почему он нам помогает? Он же вирус. Он должен постоянно вредить. Должен. Мы не хочем, чтобы чужие вирусы хозяйничали в моём компьютере. А-а-а! Внимание, внимание! Вирусная опасность миновала! Благодарю всех за работу и отменяю чрезвычайное положение! Пайт, и что всё это значит? Это значит, что наше перемирие закончилось! И теперь я снова начинаю проказничать! А мы снова начинаем тебя ловить и сажать в карантин! Ну ладно, всем пока! Я, пожалуй, побегу! Беги! Байт, почему мы стоим? Мы же обязаны его схватить! Подожди чуть-чуть! Пусть он убежит немного подальше! Всё, подождали! Бежим за вирусом! Я думаю, бежать не обязательно! Давай просто пойдём! Я думаю, всё это интересно! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...